Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Итак, вопрос к вам. Чем обусловлена такая активность и ряд этих заявлений со стороны Ирана? Ну, во-первых, это все бьет по национальной безопасности Ирана. Фактически ставится под угрозу их выход на Черное море, на Европейскую часть. Поскольку через Россию они в Европейскую часть идти не могут и невыгодно. И более того, иранские корабли не могут идти по внутриводным путям Российской Федерации. Так называемый сказпий, когда выходит на Волгодон, канал, он выходит на Черное море. Согласно законодательству Российской Федерации, во-первых, проход иностранных судов под иностранный флагман запрещен. Ну, там есть очень много военных составляющих и так далее, но запрещено. Во-первых, он туда идти не может. Во-вторых, логистическая составляющая России не развита. Я бы сказал, что она недоразбита. Там всегда в Новороссийском порту, во-первых, всегда штормовая погода. Там можно стоять сутками, неделями. Там скапливаются, например, когда перевозят пшеницу, километрами очередь на вывоз. Плюс-ка это все очень дорого, хлопотное, и логистика несовершенна, портовые расходы, и вообще в целом вся логистика в России безумно дорогая. Она дороже всех на все по советскому пространству. Самый в этом плане оптимальный Казахстан для работы. Ну и плюс ко всему, Иран не хочет быть зависимым от России в плане своего выхода к Черному морю. Для него очень приемлемо это Армения, потому что у него нет никаких глубоких конфронтационных моментов и разногласий в регионе. И мы никогда ему дорогу не перекроем, Иран это прекрасно знает. А Россия всегда может оказаться в один прекрасный день в зоне конфликта с Ираном. И в любой момент могут начаться проблемы, а Россия любит. То помидоры, бактерии нашли, то в джермуке что-то не то, то коньяк, отравленный цианистым калием. Непонятно что. Иран не будет так рисковать, и ему неинтересно идти через Россию. Ему интересно идти через нас и, будем говорить так, укреплять свое присутствие здесь в экономическом и политическом плане. Причем, что взаимодействует с Индией и с арабскими странами. Для Ирана это маршрут дороги, дороги жизни. Для него это очень важная составляющая. А то, что делает Российская Федерация, она фактически отрезает Иран. Ставя туда свои погранвойска, как они хотят. По сути, это может оказаться так, что в один прекрасный момент, поскольку это все находится под контролем, если будет находиться под контролем погранвойск Федеральной службы безопасности России, в один прекрасный момент, они могут использовать свой мандат и перекрыть, или усложнить проход иранского транспорта через нашу границу. Вы считаете, что, я очень извиняюсь, просто здесь нужно уточнение, вот это какая-то торговая компания, о которой говорят, это российская, вы считаете? Я не могу сказать, чья это компания. То есть, было ФСБ, а сейчас российская, но другая, по другим названиям. Смотрите, мы должны понять, во-первых, там не расшифровывается, что именно. Это оператор, который контролирует грузы, там оформляет документы, это оператор торговый. Или это компания, какие-то компании, которые обеспечивают безопасность. Если безопасность, то это частные охранные предприятия, либо так называемые ЧВК. Но сути не меняется. Что значит, будет контролировать иностранный какой-то... То есть, мы превращаем свою страну в консорциум. Означает, я очень извиняюсь еще раз, что я вас перебиваю, хотелось бы опять уточнить, означает ли это, что этот вопрос уже решен, и что Сюникский коридор в том понимании, в котором он был заложен в девятом пункте экстерриториальный, то есть, там должны стоять не силы. Смотрите, что говорит посол. Безопасность при перевозке грузов, безопасность пути, считают, Иран считает, что должна быть обеспечена со стороны правительства Армении. То есть, это означает, что... Не приемлем никто. Вопрос означает ли это, что уже вопрос настолько решен, Армения настолько уступила в этом вопросе, о чем не заявлено, не объявлено еще общественности, что уже Иран считает необходимым сказать, что нет, а я, в принципе, против, и ФСБ против, и не ФСБ против. Почему общественность не знает? Мы уже сколько с вами говорим? Я это говорю с 2018 года, что Сюник будет сдаваться, и война будет. С 2018 года. Если Сюник будет сдаваться, война будет, это один и тот же... Конечно. Конечно. Война для чего была сделана? Организована Турцией, Россией и Азербайджаном. Война должна была быть в 2020. Вы имеете в виду войну 2020 года? Это все Сюник, это все этот проект. В 99-м году погиб Карен Демирчан и Вазген Суфер, они тоже бились. И наша команда работала с Вазгеном. Вазген нам рассказал все детали, как это должно было быть. Сейчас, после смерти Вазгена, была попытка, в 2020 году не получилось, тогда Вазген с Кареном Демирчаном тоже не допустил. Мы в курсе были, как эта операция должна была идти, и Вазген все рассказал. Потом была эта операция должна была. В 2020 году наша армия не пустила, как я говорил. Тогда было принято решение ослабиться самостоятельно, свое собственное государство ослабить. И внешние игроки это сделали тоже. Ослабили, сейчас как бы додавливают, и типа, ну что мы можем сделать, мы слабые. Иран говорит, я не допущу. Почти что он кричит, я не допущу этого. Я вам скажу, что Иран говорит. У нас уже пришли сигналы вчера из Ирана, с очень высокого уровня. Я вам могу сказать, кто бы ни стоял в Сюнике, кроме погранвойск Армении и таможни, я хочу, чтобы Пашинян меня услышал. Они создадут Армении колоссальные, катастрофические проблемы. Иран. Иран не простит. Если Никол Пашинян думает, что его русские отмажут, или любая какая-либо другая страна, я говорю вам так. Я получил с очень высокого уровня. Иран накажет. И очень серьезно накажет. Иран не позволит резать себя по югу. То есть Иран накажет Армению в данном случае. В том числе. Никол Пашинян. И русских тоже. И русских тоже. Еще раз я. Она перекроет Россию. Я вам говорю, мне сейчас неинтересно уже, что посол сказал. Это уже не важно. Любая угроза территориальной целостности наших соседей, это красная линия для Ирана. Я же про это и говорю. Никол Пашинян своими руками эту угрозу создает. Территориальной целостностью. Во-первых, должна быть оценка судей Конституционного суда. Правомерности. Брать каким-то консорциумом под охрану нашу территорию. Никол Пашинян превращает нашу страну вместе со своей партией Гражданский договор в консорциум. Государство консорциум. Так вот, что я хочу сказать. Что главное сейчас, что говорит Иран. Для Ирана это жизненно важно. Даже наши не представляют, насколько это важно. И насколько это глубоко для Ирана. Кстати, это прекрасно понимают французы. В 1920 году я разговаривал на эту тему с послом Франции. Еще и во время войны. Он уже тогда сказал, что это война за Сюник. Мы это видим. И после войны он тоже сказал, мы когда разговаривали, он сказал, что Сюник ни в коем случае нельзя открывать. Об этом сказал как-то, и сейчас его уже нет, уходящий посол Британии в Армении. Сказал, что за Сюник вы должны драться. Это даже не Карабах, это Сюник. За Сюник вы должны драться. Это правительство драться не собирается за Сюник. Более того, они объявили, что некие компании. Тут я хочу главное подчеркнуть. Не определен сам уровень статуса этих компаний. Это торговый оператор или логистический оператор, оператор-логист, который будет. Или все-таки это компания, частная охранная компания, либо ЧВК, который будет заниматься в том числе вопросами безопасности. Потому что торговый оператор не может вам обеспечивать безопасность. Безопасность могут обеспечивать какие-либо частные компании, военизированные. Но мы должны понимать, что этот проект Евразийского банка развития, где сидит Тигран Саркисян, один из основных лоббистов. Помните, мы с вами показывали карту Евразийского банка развития и перекресток мира. Они братья-близнецы, эти карты. Немножко другие цвета, немножко покрасивее сделаны, в другом оформлении. Но это карты не Колпашнян, это карты Евразийского банка развития. Возможно, их компании будут присутствовать. Недавно... Чтобы было понятно на... Это Казахстан, это все тюркские страны. Вы знаете, что сегодня, вот три дня назад, по-моему, вышел репортаж азербайджанского телевидения. Он назывался «Видеоотчет» о строительстве дороги и всех коммуникаций. Где-то ролик 20 минут идет. Я у себя на телеграм-канале это выставил. Значит, несмотря, что там идет азербайджанский язык, но там есть текст. И «Видеоотчет» называется. Значит, примерно 57-60% проделанных работ уже сделано. Железная дорога, автомобильные, туннели – это в нашу сторону. В нашу сторону. Помните, я всегда говорил, когда Алиев вкладывает туда, закапывает миллиарды. Дороги, железная дорога, инфраструктура – это миллиарды. Российские компании тоже в этом принимают участие. То есть, что, я сколько это говорю, вдруг сейчас меня не удивляет, что для нашей общественности это стало такой новостью. «Вай, все-таки коридор отдаем». Я же вам сказал, если Алиев строит дорогу, он что, должен прийти? Вот так строить, строить, строить и прийти вот так стать в тупик? Что делает Никол Пашинян? Давайте тогда снова я этот вопрос вам направлю. Замминистра Логику Пашиняна объявил. Вы не удивляйтесь, если Армения заявит о вступлении России, Белоруссии в Союз. Не удивляйтесь. Забудьте про Европу. Это вы сейчас говорите? Я говорю, не удивляйтесь, если это правительство объявит, что они войдут в этот Союз. Никакого Евросоюза ничего не будет, потому что они собираются участвовать в саммите СНГ и собираются участвовать, вроде раздумывают, участвовать в БРИКСе наблюдателями. Я еще раз хочу сказать. С Ираном я хочу сказать нашим спецслужбам, агентству внешней разведки. У вас есть аналитические подразделения. Службе национальной безопасности, генеральному штабу. Вы не власть, ребята. И вы не власть, обслуживайте. Я хочу конкретно сказать суде Конституционного суда. Судем Конституционного суда. Власть, в любом случае, когда парламентские выборы или что-либо происходит, у вас меняется, вы остаетесь как судья. Вас не меняют, у вас есть сроки. Вы, вне зависимости от ухода правительства, вы остаетесь. Вы не дадите оценку, вы будете в будущем за это отвечать. Соответствует то, что вчера заявил замминистра иностранных дел Армении, Конституции, генеральный прокурор должен взять, дать, произвести рецензию на его высказывание и вообще на эту стратегию. Нарушение там они видят, генеральный прокурор. Аналитические подразделения службы внешней разведки должны дать оценку угрозе и вызову национальной безопасности с таким подходом. Служба национальной безопасности, потому что они отвечают. И у них есть департамент по защите Конституционного устроения. Они должны произвести, я не знаю, хватает ли их аналитических компетенций, силы воли и мужества это сделать. Это ваши компетенции. Вы не Никол Паширяне служите. Никто, ни Генштаб, ни Министерство обороны, ни Агентство внешней разведки, ни Служба национальной безопасности, никто из вас не служит гражданскому договору. Ни Никол Паширяне, никому-либо из чиновников. Это конституционные структуры. А это власть, назначенная власть. Это власть временная. Государство всегда и вечно, и первично. Поэтому эта оценка должна быть дана. Я говорю сейчас как не просто политик, я говорю, как человек, который прошел все государственные структуры. Я знаю, что это такое, о чем я говорю. Должна быть правовая оценка этим заявлением. Это на грани уголовного преступления. Такое заявление. А и теперь самое главное. Министр иностранных дел сделал в первый раз, они всегда были достаточно жесткие, но это было чрезмерно жесткое заявление Министерства иностранных дел. А вы знаете, что после Министерства иностранных дел подряд депутаты парламента Ирана сделали еще один заявление жестче другого. И все на эту тему. И прежде всего они в Москве сказали, с нами не играйте. Москва же давит на нас, чтобы мы это сделали. Фактически Николай Пашнян делает то, что говорит Москва. Я так думаю, опять извините, что я вас перебила, что уже не давит. Как не давит? Это результат давления. Я хочу привести маленькую тату. Я сейчас закончу мысли с ГНС, смотрите. Да, да, пожалуйста. Москва создала некую комбинацию, при которой так, Никол, ты не делаешь, сделают Баграты, Робики. Я хочу сказать, больше не давит. То есть уже получен результат. Еще результата нет. Ремиссия произошла в давлении. Временная ремиссия. После заявлений. Но мы не знаем, знает ли Москва, о каких компаниях идет речь. Это все равно через пару дней вылезет. Никол Пашнян должен конкретизировать, не нам, даже армянскому, а международному полю политическому. И главное, Ирану. Что за компании? Кто эти такие? В любом случае, я хочу сказать так. Итак, когда Никол Пашнян и его детский сад делают подобного рода заявления, первое я хочу задать вопрос. Какие иностранные силы? У нас есть погранвойска Службы национальной безопасности Республики Армения, в чью задачу входит охрана государственной границы. Все, что заходит с Азербайджана, идет на Хачевань, это государственная граница Республики Армения. У нас есть вооруженные силы, у нас есть таможенная служба. Это до какой степени нужно их унизить? Сказать миру, что у нас нет ни пограничников, ни таможни, ни полицейских сил, подать каким-то международным структурам. Я хочу сказать им, что они играют в очень опасные игры. И если они думают, что Иран будет на это смотреть и торговать своим суверенитетом, весь мир знает прекрасно, что Иран национальными интересами, в отличие от России и Армении, не торгует. Поэтому посол, это продолжение заявления министра иностранных дел, хотя посол не раз высказывался. Более того, я вам хочу сказать, посол Индии в Иране сказал, никакие проекты через территорию Азербайджана не должны проходить. Для Индии это тоже неприемлемо. Я вам больше скажу, для Европы это неприемлемо, для Украины это неприемлемо. Это обход санкции. Теперь, поскольку я говорю, мое мнение такое, что это будут, скорее всего, евразийские структуры, о которых говорится. Но не знаю, для русских это новость или не новость. Потому что русские никак не прокомментировали ведь заявление Никол Пашиняна о том, что какие-то компании будут иностранные все это обеспечивать. Но в любом случае, Иран тоже там не дураки сидят, и мы тоже не идиоты. Значит, Никол Пашиняна стала левой рукой правое ухо чесать. Заявление такого уровня Ирана, это из ряда вон. Поэтому тут нету двусмысленности, нет недосказанности. Сейчас уже не важно разбирать по косточкам, что значит, что сказал посол. Что значит по косточкам разбирать, что сказал министр национального дела? Я говорю конкретно, что они сказали. Они сказали, всем будет плохо, включая и Армению, и Россию. И мы, как армяне, это тоже наши национальные интересы совпадают с национальными интересами Ирана. Ирана. Наши интересы национальные полностью на 100% совпадают. Поэтому я хочу сказать, в данном случае я полностью поддерживаю, приветствую жесткое заявление. Я считаю, что иранцы должны еще более жестче сделать. Я вообще считаю, что Иран, и призываю их, не просто сделать заявление, а жестко предупредить правительство Армении о последствиях. Ну, это и для правительства Армении, я думаю, направлено было. Я думаю, правительству Армении нужно дать отдельный месяц. У меня вопрос такой. Я все-таки вернусь. Вы говорите, не надо по косточкам, но здесь очень интересная одна косточка есть. Давай. Когда я смотрела вот это сообщение спутника Армении по заявлению посла Ирана в Армении, там была вот такая формулировка. Речь идет, они объясняли о привлечении, в связи с чем типа посол сделал такое заявление, о привлечении иностранных частных компаний к контролю над будущим сообщением Азербайджана, Армении, Нахичеван. Мне показалось, это пересказ и ошибка, и я у себя отметила над возможным сообщением. Нет, там было над будущим сообщением. Азербайджан, Армении, Нахичеван. Я понял, куда вы клоите. Дело в том, что, если мы помним, президент Турции, он сказал, в принципе, у нас есть возможность через Иран, Азербайджан, Нахичеван. Но потом он про это забыл. Потом он про это забыл. И теперь, когда вы говорите, Россия продолжает оказывать давление на Пашиняна, в свете вот этого заявления по контролю над будущим сообщением, можно ли считать, что Пашинян дал согласие на вот это сообщение, на эту дорогу? Азербайджан, Армения, Нахичеван. И статус дороги, которая проходит по территории Армении, будет изменен. Прежде всего, эта фраза означает, что иранская разведка имеет информацию о том, что вопрос по коридору решен. Решен. Поэтому сказал, будущее невозможного. Нет, будущее у спутника Армении, да. Но в будущем. Значит, вопрос решен. Понимаете? Я скажу вам так. Из тех источников с Ирана, которые мы получаем, они сказали, что они имеют информацию о том, что планируется и что будет со стороны Армении. И поэтому я хочу сказать, что мы должны ждать очень жестких действий Ирана. Они могут быть очень жесткими. И хочу сказать, что армянское государство этого давления не выдержит. Это мы должны четко понимать. Более того, я скажу такой момент. Россия проигнорировала заявление Ирана. И сказали, мы недоумеваем. Маша Захарова там опустилась еще хуже, там что-то стала говорить. Россия не понимает. Да, они там договорились о строительстве атомных блоков. Да, у них там есть общие интересы по свопу, по газу. Они не знают одной вещи. Я тогда рассказывал, как они далеко послали Мантурова. Когда Иран во время Барака Обамы сняли санкции, он увеличил нефть, и цена упала. И Россия пыталась его шантажировать С-300-ми системами ПВО. Сказали, если не сократишь объем добычи нефти, мы тебе С-300 не продадим. На что министр нефтегаза, я этот разговор знаю непосредственно, сказал, С-300 оставь себе. Иран с суверенитетом не торгует. У меня деньги уже есть, деньги тебе нужны. Ты хочешь продать. То же самое будет сейчас. Иран может пойти на очень серьезную вещь. Иран может закрыть через себя для России выход в Персидский залив. И не через Азербайджан, не через чего. Я всегда говорил, наша задача в том числе сделать все возможное при работе с Ираном и с Индией, заблокировать выход России через Азербайджан на Персидский залив. Не против России в данном случае мы должны действовать, а против Азербайджана. Мы должны блокировать все их транспортные коммуникации с выходом на Персидский залив и Индию. И в арабские страны. Мы однозначно не должны этого допускать. Потому что весь выход на Персидский залив у Казахстана и Туркменистана идет исключительно через Иран. Других маршрутов на Персидский залив выхода ни у России, ни у них нет. Поэтому вопрос будущего, это значит вопрос решен. Я говорю, то, что я увидел в азербайджанском репортаже, строительствует огромными темпами. То есть это вопрос решенный. И просто вопрос, последний вопрос, означает ли, хотя вы уже ответили фактически на этот вопрос, просто как завершающую эту тему, эти заявления со стороны Ирана, означает ли, что они увидели не только слабинку со стороны Пашиняна, руководства Армении, они уже имеют дело с решением Пашиняна об открытии этой дороги. И мой вопрос предыдущий, статус дороги, статус территории, это же не дорога, там не написано, что это дорога. На ваши вопросы ответил Алиев. Он всем ответил. Только мы почему-то ждем, что скажет Никол Пашинян. Послушайте, ну мы все взрослые люди, умеющие анализировать. Если Алиев строит дорогу, значит у него есть гарантии. Понимаете? Если я знаю, что вот я должен построить это здание, но я там жить никогда не буду, мне не разрешат, я разве буду туда деньги вкладывать? Алиев вам всем ответил. Только единственное, что мы, не мы, подавляющее большинство, и наших журналистов, и экспертов, назад не смотрят, они смотрят, что скажет Никол Пашинян. Никол Пашинян начинает манипулировать, это говорит, то говорит, там все с ума сходят, что он сказал. Не надо слушать Никол Пашинян. Вы включаете азербайджанское телевидение, где они очень часто освещают строительство дорог. Вопрос всем политическим деятелям, таким-сяким. Если Алиев строит дорогу, вкладывая миллиарды долларов, чтобы потом прийти так перед тупиком, значит есть гарантии. Алиев вам всегда за Никол Пашинян отвечает. Остальное это манипуляции гражданского договора. Спасибо. Следующая тема. Посол России в Армении, Копыркин. Да, я сейчас закончу один момент. Украина должна понимать, она должна вместе с нами за этот коридор бороться. Она не понимает, что ее ждет. Если мы открываем Сюник, Зеленский не понимает. Просто не догоняют. У них все будет в 15 раз хуже. В 15 раз. Я хочу нашему обществу вот что сказать. Вот по сути, вот эта запасная платформа, Баграт, Сарпазан, Роберт Кочарян, Теваняны всякие, вот эти там, да, вот эта вся вот эта масса, так называемая, да, они как запасной фундамент. Никол, ты не делаешь, они придут, сделают. Это, по сути, одно и то же только запасной вариант. Только там у меня вопрос остался. Иран в 20-м году не понимал этого? Вы знаете, Иран признал, что... Свою ошибку, что они были неправы абсолютно. Это я вам говорю из разговоров достаточно высокого уровня. Это я к тому, что вы говорите, Украина должна наконец понять, что происходит. Вы не думайте, что когда люди, наделенные власти, занимают кресло Гаяны, это означает, что они одни из самых умнейших людей на свете. Это не так. История это тоже доказывает. Человек, занимающийся кресло, полз, это не означает, что он умный. Они много чего могут не ползать. Мы возьмем, например, Армению. 26 последних лет. И сейчас тоже. Поэтому я хочу сказать, что Украина должна понимать. Европа должна понимать, что ждет. Да, и еще тут не только дороги и маршруты, и цивилизационный подход Ирана. Что Турция усиляется, она просачивается до Центральной Средней Азии, Туркменистан и так далее. С кем граничит, кстати, Иран. И Таджикистан с кем граничит. Для него это в том числе и очень серьезный геополитический противник Турция. Несмотря на то, что Иран говорит формат 3 плюс 3. Поэтому и говорит. Вот я и говорю, формат 3 плюс 3 для Армении это самоубийство. Это формат для идиотов. Хорошо. Иран, если говорить о своей стратегии, он не должен говорить о формате 3 плюс 3. Иран должен тоже соображать. Он должен говорить только об одном формате. Все остальное должно быть уничтожено. Индия, Иран, Армения, Грузия, Европа. Все, нам этой дороги выше крыши. И в обратную. Грузия, Европа, Грузия, Армения, Иран, Ерситский залив, Индия, Арабский мир. В обратную сторону. Вот наш маршрут. Нам больше не нужен маршрут ни с Турцией. Не нужен нам маршрут с Азербайджаном. Ни один наш бизнес, нормальный бизнесмен не пойдет. Туда может пойти только грузой. То никого скажет, пойди, пример покажи, личный пример. Это будет единственный человек, который туда пойдет со своим грузом. Все, ни один бизнесмен нормальный туда не пойдет. Поэтому мы не должны позволять вот этому проекту жить. Наш проект, я его назвал, это индоевропейский проект. Все остальное смертельно и для Ирана, и для нас, и для Грузии, и для Европы. А Никол Пашинян тянет нас в БРИКС, тянет нас в СНГ. Откуда мы никогда не выйдем и никогда не будем как нация развиваться. Мы идем в отстойник недоразвитых слабых государств с отсутствием технологий, правовой системы, человеческого факта и все. Это БРИКС, это недоорганизация из людоедов. Нам туда идти нельзя. Просто нельзя категория. Мы себя отбросим. А создавать из Армении консорциум, страна консорциум. Раньше Серж Шарксиан говорил, Армения это офис для армян. Сейчас эти создают консорциум из Армении. Велопробеги устраивают все вам. Поэтому я хочу сказать, в данном случае мы должны с Ираном в этой борьбе и с Индией объединиться. С Индией объединиться. И не нужно бояться того, что если бы сегодня, образно, я был бы у власти, я бы создал тут же две базы в Армении. Базу Ирана в Сюнике военной и Индии. Если бы французы хотели, то тоже. Потому что сегодня мы противостоим Турции, Азербайджану, России. И это физическая угроза. Для нас даже открытие просто дороги, даже для нас соединения тюркского мира, сулит глобальный, даже под нашим контролем. Просто, смотрите, веками эту дорогу никто не открывал. Ни один русский царь, ни Советский Союз. Никто. Единственный человек, который хочет войти в историю, это Путин. И второй Никол Пашинян. Не знаю, во имя кого и во имя чего они хотят эту дорогу открыть, уничтожить свою собственную страну. Доклад окончен. Спасибо. Копыркина, послушаем. Хотите включить запись? Нет. Я озвучу. Многие риски, но цитата. Многие риски можно было бы смягчить. У меня вопрос по рискам будет, что о чем он говорит. Только риски? Многие риски. Нет, это одна цитата, один фрагмент. Дальше, если у вас что-то еще с собой есть, потому что много чего было сказано. Многие риски можно было бы смягчить, если бы в сентябре 22-го года Ереван согласился реализовать через ОДКБ ряд мер по стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном. Что за риски в сентябре 22-го года не смягчили мы из-за того, что ОДКБ сюда не пришло, не знаю, как, в общем, вот вам цитата, комментируйте сами. Значит, давайте начнем с рисков, которые говорит посол. Посол знать, что мы ему в 20-м году, и я лично им это говорю, и не только я, мы говорили о рисках возобновления войны. Они всегда говорят, что для этого не будет, все у нас под контролем, исключено. В 22-й год? Я говорю, в 20-й даже. Я сейчас прихожу к 20-му. Во время войны, когда уже появились террористы, ну, еще даже до войны, до войны, мы предложили создать совместный центр по антитеррору. Потому что у нас уже была информация по боевикам, которые должны были прибыть в Азербайджан. Это мы обсуждали примерно где-то там, на различных уровнях, там, апрель-май, потом во время войны. Антитеррористический центр вместе с Россией, армяно-российский, антитеррористический. Да, такие предложения мы делали. Вот, поскольку там реально засветились, и они это признали, мы это предлагали. Нарушкин поздно признал, помните? Да, да, они всегда говорили, да. И за несколько часов до войны они нас убеждали, что войны не будет, что они там все под контролем. Вот такие они там оценивают риски. Пытались убедить, но их никто уже не слушал, мы их не слушали. Значит, потому что не верили. Значит, что он говорит о рисках? Да, они имели в виду, вот ОДКБ, скорее всего, речь идет об этом, да, наблюдательной миссии ОДКБ. Когда? Вот вопрос, когда? В 20-м году такие разговоры шли. В 22-м году риски можно было бы смягчить, если бы ОДКБ пришлось, да? Не, он имеет... Организация, да, пришла сюда. Он имеет в виду, что они говорили о наблюдателях ОДКБ. Постфакту. Ну, нет. Смотрите, в 20-м году, скорее всего, речь идет, он же не раскрывает, что он имеет в виду, правильно? В 22-м году что у нас было? Нет, нет. Джермук был. Джермук был? Да. Я об этом? Да, смотрите. Разговоры после Севлиджа о мониторинговой группе ОДКБ шло. Армянское правительство ставило вопрос, что значит мониторинговая группа? В случае агрессии Азербайджана вы будете оказывать военную помощь в силу 4-й статьи? Или не будете? Они говорили, мы не знаем, где ваша граница, определите ее. Тогда наши сказали, ну, нет и на нет, и суда нет. Здесь получается, что Ереван не согласился реализовать через ОТГБ ряд мер по стабилизации. Смотрите, текст какой идет. Ну, мало ли что Копыркин говорит, вы тоже говорите. Нет, Копыркин это посол, а у посла все тексты, они заверенные. Кем заверенные? Кому подчиняются послы? Посол России в Армении является представителем президента страны. Ну, либо президента, либо министра иностранных дел. Ну, он не является представителем министерства иностранных дел. Но он не от себя же говорил. Да понятно, что. Послушайте. Он говорит, могли предотвратить риски. Правильно? Он уже больше ничего не сказал. Что-то он еще там сказал. Смягчить. Смягчить, предотвратить. Смягчить. Смягчить. Ну, смягчить. Хорошо, взяли бы не 200 квадратных километров, взяли бы 180, да? На 20 километров меньше. Не бывает такое в политике. Смягчить риски. Риски нейтрализуют. Да, когда существуют риски, вы их устраняете, угрозы. Нейтрализуете эти угрозы. Предотвращаете эти угрозы. Предотвращать угрозы, это означает сделать жесткое заявление, что в случае агрессии против Армении Россия, либо в составе УДКБ, окажет военную помощь, либо в рамках договора от 97-го года. У нас в 97-м году договоре, и в договоре, и в 4-й статье не указано о смягчении рисков. Таких формулировок не существует в союзнических военно-политическом договоре. Их не может быть. Об оказании взаимной военной помощи друг другу. Значит, все остальное, что говорит Копыркин, это манипуляция чистой воды. Хорошо, не смягчили. Мы по линии ОДКБ. Смотрите, как тут манипулируется все это. Ладно, по линии ОДКБ образно мы отказались и правильно сделали, потому что они не сказали, что мы придем защищать. Мы там что-то посмотрим. И всегда нам говорили, хотите мира, давайте быстро демилитацию, демаркацию. Да? Демилитацию, демаркацию. Сейчас я того, что я себе напишу, я на кое еще напомню. Значит, демилитацию, демаркацию, где ваши границы? Извините меня. Ладно, ОДКБ нету. Но у вас есть договор 97-го года, а в районе Джермука и Севлич была конкретная агрессия и аннексия части нашей суверенной территории. Договор 97-го года автоматически вступает в силу. Потому что прямая агрессия. Более того, войска ОДКБ ввели в Казахстан. Под абсолютно надуманным предлогом, а якобы внешней агрессии, там никакой агрессии не было. Они там говорили фантастические цифры 20 тысяч боевиков. 20 тысяч боевиков ни Оренбургской области не было бы, ни Уфы, ни Татарстана. Вот так бы пошли, и по Уралу бы все взяли, две дивизии боевиков. Они надумали эту ерунду и под четвертой статьей ввели войска ОДКБ. Ну и наши, как дурачки, туда пошли. Тоже в эту авантюру. Фактически попирая все права и сам принцип ОДКБ. ОДКБ не создан для подавления революций, протестных движений. Он создан для устранения внешних угроз. И агрессии. Но даже 97-й год не сработал. Ну даже 97-й год не сработал. Поэтому, когда Копыркин говорит, что могли бы смягчить, не надо ничего смягчать, надо их устранять. Угрозы. Вот если он сказал, мы бы устранили, тогда какой механизм? Пашиняна им 10 раз сказал, ОДКБ будет, что сказал Лукашенко. Мы с Азербайджаном воевать не будем. Что сказал Казахстан? Мы с Азербайджаном воевать не будем. Что всегда говорил посол Казахстана в Армении? Да, мы с Арменией союзники по ОДКБ, а с Азербайджаном и братский народ. Вот, занавес закрывается, фенит а-ля комедия. Все эти государства, члены ОДКБ сказали, мы воевать не будем. Хорошо, если ОДКБ сюда заходит, ОДКБ. Началась агрессия Азербайджана. Вы думаете, казахский солдат бы стрелял, казахский солдат бы стрелял, или киргиз. Ну, это мы миллион раз обсуждали. Нет, я же это послу говорю, не вам. Я послу говорю. Что, казах бы стрелял? Нет. Лукашенко, который по гроб жизни обязан Алиеву за медаль и сказал, отработаю, стрелял бы? Нет. Ему не надо это говорить, потому что у него в формулировке опять вот такая формулировка. Согласился, если бы Ереван согласился реализовать через ОДКБ. Внимание, ряд мер. Каких? По стабилизации. То есть, вы понимаете, ситуации на границе с Азербайджаном. Вот почему сейчас, после того, что было сказано, пережито, перечувствовано и опять сказано, почему опять посол России в Армении делает вот такими формулировками такие заявления? Перекладывание ответственности и вины на Армению. Да, но это мы уже проходили как бы через это. Этот урок как бы уже... Они не понимают, что они говорят. Понимаете, Гаяна, вот вас возмущает? Вы не понимаете, с какой страной дело имеете? Я имею дело со страной, которой, когда мы говорим, нет, не будет Сюникского коридора, а потом оказывается, что это будущее сообщение. Есть этот коридор, будет этот коридор. Это вы говорите... Сейчас просто рассматривают, кто будет стоять на этом коридоре. Нет, 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 послушайте, это вы говорите не будет. А они вам это говорят? Будет. Не будет, а есть. С 98-го года. Потом с 20-го года. Потом после 20-го года. Они не переставая вам это говорят. Вы послушайте последнюю речь Лаврова, еще раз, в Баку. Мы саботируем, мы не исполняем 9-й пункт. 9-й пункт, это что? Это Сюник, Зангизурский коридор, так называемый. Он сказал. Байрамов говорит, Алиев говорит, Путин говорит, надо исполнять свои обязательства. Лавров говорит, вообще саботируем. Маша Захаровская до вечера пищит на эту тему. Аверчук, самый огромный их лоббист. Открывайте, вы нам обещали. В прямом эфире на встрече с Пашняном говорит, вы нам обещали, когда мы с вами встречались. А мы даже не знали, что он с Аверчуком встречается. Премьер-министр встречается с вице-премьером России. Еще бы с начальником отдела бы встретился. У тебя есть для встречи с вице-премьером России, вице-премьер Армении. Зачем ты свой статус опускаешь? Кто такой Аверчук, что премьер-министр армении? Ну и что, что ядерная держава? Вы спросили, почему Россия? Я говорю, послушайте, они не понимают, что они говорят. Они сегодня сказали, они думают, что мы идиоты здесь. Понимаете? Думают, что мы идиоты. Вот посол думает, что мы идиоты. Вот он говорит, ряд комплекс и мер. Послушайте, мы знаем на 100%, ОДКБ за Армению никогда не воевал бы. Я вам говорю, вот еще раз. Офицеры, которые со мной приехали, ударили по нашей системе ПВО, азербайджанцы, дронами, уничтожили установку. Я им говорю на GPS, на карте. Наша территория? Да. Вы подтверждаете, что удар по нашей территории? Подтверждаем. Значит, ребята, 97-й договор вступил в силу? Да. Но мы не начнем. Вы что, мы за вас воевать не собираемся. Третью мировую войну мы не начинаем. А за Украину, вот они решили в Третью мировую войну удариться. За нас не хотели. Когда по нашей территории били, по Вардинису били по нашей территории дронами, беспилотниками. В Горисе ударили. По нашим городам били. Сев-Лич зашли. В Джермук вошли. Где их договор 97-го года? Где их договор ОДКБ 4-я статья? По Джермуку, по Зев-Личу, где? Не будет. Послушайте, ОДКБ, если Никол Пашинян решил сам из себя делать непонятно кого, или посол думает, что здесь мы сидим идиот, а они, поскольку большая ядерная держава, и они такие крутые, и они умные, я хочу сказать, что их интеллектуальный уровень по сравнению с нами, но не то, что ничуть не выше, намного ниже. Поэтому меня чего взбесило это? Делать из армянского государства и народа идиота не нужно. Ничего ОДКБ бы не сделал. Это тупая профанация, абсолютно бездарное заявление посла. Это вообще ему должно быть стыдно. Я хочу сказать, Сергей Павлович, а что в 20-м году мы вам не говорили? В лицо Герасимову не говорили в предстоящей войне? Мы вашему военному аппарату отношения не говорили о всех вызовах, угрозах, 21-й год, 22-й год. 22-й год, Гаяны. За 8 часов я русским говорю, вы знаете, что сейчас будет наступление в районе СОД? Знаете, что сказали, что? Нет, не в курсе. Я говорю, а у меня есть информация, что через 6-8 часов будет наступление. Знаете, что сделали? Когда я приезжаю в Орденис, и мне ребята показывают. Отходят от позиций. Да, единственное, что они сделали, дали своим войскам батальону, дали команду отойти назад. Я говорю, это же не антироссийская риторика у меня. Я просто говорю россиянам, выше себя, выше нас себя не ставьте в интеллектуальном плане, что мы здесь идиоты и ничего не соображаем. Прекращайте это. Мы вам всегда ответим и фактами в глаза засунем. И то, что они сказали, под заявлениями стоит подпись нашего президента. Слышали, да? Тоже в копырке сказал. Читаю заявление. Прям быстро. Полное прекращение. Это даже понятно там. С таких часов, с таких минут. Азербайджанская республика и Армения останавливаются над занимаемыми ими позициями. Первый пункт. Выполнили? Нет. Заставили Николу Пашляну согласиться на вывод наших войск куботы Зангелана. Хотя первый пункт гласит, что там, где остановились войну, там и остаемся. И взять там, кстати, военнопленных, те, которые стояли и должны были быть защищены этим пунктом. Немножко в другом направлении. Но этот пункт не защищал военных, которые там находились. Это ниже. Я к военнопленным приду. Второй пункт. Это, смотрите, ни Россия, ни Азербайджан этот пункт не выполнили. Они стали занимать позиции, посты и наши, и в Карабахе, и в районе Паруха, и везде. Выполнили? Они не выполнили ничего. Первый пункт. Ни Азербайджан, ни Россия не выполнили. Второй пункт. Адамский район возвращается в Азербайджанские республики до 20 ноября 2020 года. Никол Пашинян на 100% этот пункт выполнил. Ну, Армения. Мы выполнили. Вдоль линии соприкосновения Нагорного-Глава-Лачевского коридора развертывается миротворческий контингент с таким количеством сил. Да, все согласились, они туда пришли, встали дальше. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Этот пункт Армения выполнила. Срок пребывания столько-то, пять лет, автоматический период, там, продлевание за шесть месяцев, там, да, если ни одна сторона не будет, там, и так далее, против данного положения. Пять лет прошло, они вышли? Нет, они там не остались и никого не защитили. Не выполнили. Ни они, ни Азербайджан. Они там на пять лет не остались. Пятый пункт. В целях повышения эффективности контроля выполнением сторонами конфликта договоренность развертывается миротворческий контингент по контролю за прекращением огня. Азербайджан и Россия выполнили прекращение огня и слежение за ним. Ни Россия, ни Азербайджан этот пункт не выполнили. Пятый пункт не выполнил. Ни один не выполнил. Армения там до 2020 года, там, возвращая Кельбаджар, вернули. Значит, дальше. Это мы, Кельбаджар. Лачинский коридор. Шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом не будет затрагивать город Шушу. Остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. В течение трех лет будет определен план строительства маршрута нового движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь Нагорного Карабаха с Арменией. С последующим передислокацией Российской Миротворческой для охраны. Передислокация для охраны и так далее. Блокада где была? Блокада Арцаха где была? Где была заблокирована? Лачин как раз и был заблокирован. Кто же должен был там стоять? Вот я и читаю, что они пишут. Коридор шириной пять километров будет обеспечить связь Нагорного Карабаха, при этом не будет затрагивать город Шушу. Остается под контролем Миротворческого контингента Российской Федерации. То есть под охраной. И в течение трех лет будет определен план строительства дороги. Смотрите, дорогу новую не построили. Лачинский коридор не защитили. Маршрута не было. Россия и Азербайджан это нарушили. Дальше там новая дорога. Передислокация Российского Миротворческого контингента для охраны этого маршрута не было. Азербайджан гарантирует движение, безопасность движения по Лачинскому коридору граждан и транспортных средств и грузов с обеих направлениях. Был обеспечен? Нет. Ни Азербайджан, ни Россия не обеспечили. Внутренние перемещенные лица возвращаются на Турин Карабаха, прилегающие под контролем Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Верховный Комиссар там был, не был. Ни под каким контролем ничего не было. Организацию Объединенных Наций в Карабах не впустили. Проводится обмен военнопленными другими удержанными лицами и телами погибших. Плены у нас остались. Россия выполнила с Азербайджаном восьмой пункт. Нет, не выполнила. Теперь более того, вопрос, который вы затронули, что наши ребята 64 человека, вы их имеете в виду, попали в плен. Вы знаете, что по договоренности с Герасимовым и министром обороны Шойгу, когда там ребята попали в окружение, была договоренность выдвинуть туда наше подразделение для помощи нашим ребятам. Знаете, что произошло дальше? Вот с вами Копыркина говорим. Мурадов, командующий российским миротворческим контингентом, выезжает батальоном и перекрывает дорогу нашим. И фактически мы должны были вступить в боестолкновение с миротворцами. То есть Шойгу и Герасимов типа говорят, да, вы своих освобождаете, там, да, осылайте подразделение, никаких проблем. А в этот момент Мурадов высылает, это все знают Карабасы, никаких секретов не рассказываю. В этот момент Мурадов выставляет туда целый батальон, перекрыл дорогу нашим подразделениям, и ребята попадают в плен. Какой из этих пунктов, я хочу спросить, Копыркина, Россия и Азербайджан выполнили? Какой? Ни один. Вы защитили арсавское население? Вы обеспечили безопасность передвижения по Лачинскому коридору? Нет. Ничего вы не сделали. Поэтому я не понимаю, о чем они говорят. Я очень извиняюсь. И что дальше? Ничего, я хочу сказать, это Россия сейчас себя просто пытается обелить, нарастить свое влияние здесь. Нету его больше. Его не может быть. Послушайте, не можем мы простить 20-й год, мы не можем простить 21-й год, мы не простим 22-й год. И вот эту вот шарманку, которую они закатили с Сюнишским коридором, вы знаете, почему первые карты появились по Таушу, по этим восьми селам? Именно в Министерстве иностранных дел России и посольстве России. Карты, которые мы у вас показывали. Им нужно было эту дорогу закрыть, чтобы мы сами себе порезали артерию на Грузию, и чтобы народу сказать, ты хочешь, не хочешь, эту дорогу надо открывать. Россия была за то, чтобы эти восемь сел сдавать. Я хочу сказать, мы разве вам говорим, какие села вам в России сдавать японцам на Курильских островах или не сдавать? Мы вам говорим, что сдавать, что не сдавать. Вы куда свой... Я не могу одну вещь понять. Какое ваше дело, все, что имеется на нашей территории, вы кто такие? Мы вам говорим, какие территории сдавать? Мы что, предъявили претензии на российские какие-либо территории на юге? Нет. Исторически можем. И не только им. Можем. Владимир, маленькую цитату еще приведу. Путин сказал, что Иран уже давно требует поставок газа из Российской Федерации. Это вполне осуществимый проект. Я, конечно, не хочу все связывать с Сюниковским коридором. Но здесь есть какой-то элемент... Заигрывания. У Ирана есть потребность на севере газа. В свете вот этих жестких заявлений Ирана, мы помним, что посол России в Тегеране был вызван тоже. Безусловно, это заигрывание, смягчение вопросов с Ираном. Но мне бы не хотелось верить, что у Ирана есть некие потребности на севере Ирана. Эти потребности мы знаем, давно они существуют. Так или иначе он решает и так далее. А Россия близко к этому региону добывает газ. Что такое своп? Своп я здесь на севере отдал, образно на юге забрал. Или на востоке, или на западе, неважно. Это замещение. То есть здесь забрал, там отдал. Но я не хотел бы верить, что Иран может так дешево продаться за этот газ на севере. Иран по большому счету вложит деньги и проложит трубу, и всю инфраструктуру себе на севере газ обеспечит. Там всего лишь до его местодобывающих месторождений у Ирана 800 километров от севера Ирана. Ну и плюс он там добывает газ еще там, по-моему, на Каспи, где-то точно не помню сейчас уже. Но вопрос не в этом. Я хочу сказать, что не думаю, что Иран будет торговаться газ в обмен на разрешение по Сюникскому коридору. Я хочу сказать, более того, я говорю не просто так. Иран может закрыть России выход на Персидский залив. Это Россия должна понимать. Другое дело, куда сейчас команда Пашиняна нас ведет, это я уже вижу точно, она ведет нас в безнадежно отсталые пространства СНГ, БРИКС и так далее. Когда я всегда вам говорил, что эта игра это никакой не Евросоюз, никакой там это все остальное, да, вот приходят к вам тут эти европейские политологи, эксперты там, партии и так далее. Вот пусть идут, сейчас скажут Николу Пашиняну, какой СНГ, ты о чем говоришь, какой БРИКС. У БРИКСа никогда не будет своей валюты, никогда. У всех этих стран, ни у одной этой страны валюта не конвертируема нигде в мире. Более того, банк БРИКСа заявил, я не могу работать с российскими банками, санкции. Банк есть банк. Общие валюты они никогда не создадут. А Россия будет торговать своими углеводородами, да, с этими странами за их валюту. А что она будет делать с их валютой? Опять вкладывать в их экономику. То есть Россия сейчас ради политического проекта будет убивать свою экономику, поднимать экономику БРИКСа, в результате сама сдохнет. Помни, да, формулировку назад в будущее? В данном случае вперед в прошлое. Вот, великолепно. Да. При том, что в прошлое идут семи миллиметров. Россия должна одну вещь понять. Я просто еще хочу сказать, что мы с вами сейчас обсуждаем какая-то реал политика. Да, с вами мы сейчас обсуждаем реальную политику. Мы говорим механизмы, что делать. Мы в контактах с иранской стороной, с Индией, с определенными структурами государственными. Мы понимаем, что происходит. Мы по возможности объясняем Украину. В Франции, в Соединенные Штаты идут сигналы. Мы говорим о реальной политике. Но я вот сегодня смотрю на общее информационное поле в Армении, партии и так далее. Вот начинается. Возьмем Нахачевань, возьмем Западную Армению. Популистские вещи, не знаю, для просмотров они это говорят. Армяне же, вот эта масса сегодня такая вот, она любит ушами слушать. Возьмем Нахачевань, возьмем Западную Армению. Завтра, вот, гарник Даниилян говорит, войдем в Карабах. Вопросы хочу вам всем задать, кто это говорит. Божественности, духовности. Каждый считает своим долгом. Я как-то говорил, что вот я вот брал, беру иногда, еду в горы, с чобанами сижу, пью вино, ем сыр. Чобан, да, ну, пастух, который овец спасет. Который говорит, зачем вы все нас учите? Что такое духовность, патрии, церковь, и так далее, церковь. Дети погибли на фронте. Внуки воевали. Меня учить, что такое церковь, что такое духовность, божественность, честь, достоинство. Не надо, вы кто все... Это он не мне говорит, это он как бы в целом говорит. Все, кто пытается говорить о Боге, о духовности, прекращайте армянина этому учить. Или говорят, Бог нас наказал, потому что мы отошли от духовности. Когда снаряд в голову улетит в этот момент, Бог говорит, ты от духовности отошел, снаряд должен прилететь тебе в лоб, да? Послушайте, это же серьезные вещи. Я хочу нашим армянам сказать, прекращайте слушать популистов. Просто прекращайте. Никто сегодня Нахчеван не возьмет. Никто Западную Армению никто не возьмет. И завтра, мои дорогие арцахцы, тоже не войдете домой. Потому что Алиф сказал, это исключено. Москва этого не хочет. Наше правительство за это не борется. Это возможно только в будущей Армении. И даже я говорю так. Вот мне многие сейчас говорят, возглавьте, иди. Даже я приду, возможно, не успею сделать так, чтобы пришли. Но мы должны оставить фундамент такого роста нашего государства, чтобы наши потомки, дети, внуки могли прийти к тому. А вот эти все разговоры, которые, смотрите, они вам сказали, завтра зайдем на Нахчевань. Сразу 670 тысяч лайков, 800 миллионов просмотров, комментарии такие, сердечки, рога, не знаю чего. Вы хотите реально, чтобы вас обманывали? Я не хочу вас обманывать. И я не хочу, чтобы вас обманывали те, кто вам это рассказывает. Я не потому, что там, говорю, что мы как нация не в состоянии. Просто эти люди, которые вам вешают лапшу на уши, ни к чему хорошему такими разговорами не приведут. И всем говорю, не надо армян учить любить и защищать Родину. Эта война показала, армянин взял оружие, защищал. И мы видим на примере наших офицеров, сержантов, генералов, наших 18-летних призывников, контрактников, добровольцев. Мы видим, что эта нация в состоянии себя защищать, нанести урон в четырем государствах. Я самое главное хочу в конце одну вещь сказать. Вот когда Пашинян сейчас едет на Брикс, там или собирается ехать на Брикс, еще точно не знаю, едет, не едет. Несколько дней назад, вот сейчас же опять началась война между Азербайджаном и Турцией. 31 августа... Но война это громко. Не, не, война информационно-политическая. Да, 31 августа Эрдоган был в Академии военно-воздушных сил, вручал дипломы. И там сделал заявление о том, что мы совместно с нашими братьями-азербайджанцами уничтожили врага. Смотрите, парламент Рубен Рубинян, Арарат Мизаян, Алень Симонян, Нико... Вы враги, вас Эрдоган до сих пор называет врагами, мы их уничтожили. А ракет, ты нас уничтожил, ты своих придурков привел туда, спецназ, которых мы 1650 человек покромсали, а еще, Эрдоганушка, расскажи, сколько там было раненых. Но суть не в этом. Азербайджан опять взвыл. Я к чему это веду? Что Турция говорит, мы там, Азербайджан там. Дугин кричит, это наша победа, пусть не забывают. Шойгу с Гасановым мы провели совместную сложную операцию. Израиль говорит, если бы не наши дроны. Да, мы провели совместную сложную операцию. Смотрите, ребята, Турция, Азербайджан, Россия борются за право назвать себя победителями над одной маленькой Арменией, у которой маленькая армия, которая была не оснащена фактически ничем. И эти 140-миллионные государства, 84-миллионные государства, которые имеют мощные большие армии, две страны как минимум, борются за право, кто же из них армян победил. Я вам хочу сказать, никто. Если бы у нас сегодня война была бы сверхсрочник, да, Жан Кетанин, сверхсрочник, сверхсрочник сверхсрочником России, сверхсрочником Турции, мы бы и Россию, и Турцию победили бы. Владимир Пагусян был у нас в эфире, политический деятель, руководитель комитета 27. Спасибо, Владимир, за сегодняшнюю беседу. Спасибо, дорогие друзья. Беседу вела я, Гоанна Ракелян. Всех благ. Спасибо. 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 Спасибо.